Мы хороним тех, кто хотел жить и созидать на благо своих сограждан, кто собирался связать свою дальнейшую судьбу с нашей республикой. Врачи, учителя, пожарные, работники МЧС, работники коммунальных служб, тысячи моих земляков, которыми я горжусь, благодаря которым я все еще здесь. Этот концерт – попытка осмыслить происходящее событие настоящего времени. Исполнители, создатели спектакля живут в реальности, которую в новостях называют «Ведутся боевые действия». Что стоит за этими словами? Удивительное время для нас, для всех. Иногда задумываешься, почему я? Почему именно я сегодня и сейчас живу? И почему именно мне достались такие вот… Именно это время, когда в полном объеме ты не можешь жить, когда ты не можешь делать то, что ты привычно делал. Но я хочу вам сказать, что ответ совершенно простой. Ведь кроме нас никто не справился бы, наверное. Ведь именно мы – те люди, которые можем, которые готовы справиться со всеми сложностями, которые стоят на нашем жизненном пути. Разговор со зрителем о чувствах, переживаниях людей – осмысление долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новых жизней, улыбки и объятия, встречи и праздники проходят под звуки канонады. Это уже история, которая вросла просто-напросто в жителей Донбасса. И она очень важна, что вот через то, что ребята нам представляют со сцены, для меня очень важно, чтобы мы находили отзвук именно в своих сердцах. Вот каждый зритель, где бы спектакль ни игрался, чтобы был этот отзвук, чтобы это было единое биение сердец. И мне кажется, что у дончан, у Донецкого театра «Кукол» это получилось сегодня. Я родился и вырос там, где почти половину года зима, почти полгода снег. Масса моих жизненных воспоминаний, детства, каникулы у бабушки, новогодние праздники, бережно укрытые белоснежные покрывала. А миллионы людей в мире никогда не видели снега. На их ладонях не таяли снежинки. Они не катались в веселой компании друзей с горки. Не ощущали этот волшебный хруст под подошвой. В программу концерта входят чтецкие, пластические, вокальные, вокально-инструментальные и, конечно же, кукольные номера. 13 прозаических монологов, в каждом из которых проблема рассматривается под новым углом, отражая личное отношение артиста к теме. Сложность есть с теми вещами, с которыми мы сталкиваемся в первый раз. К примеру, вот пластические номера, физический театр. Мы совсем недавно начали в этом жанре работать, и пока что у нас еще получается не так хорошо, как хотелось бы. А вокальные, вот эти все моменты, мы уже относительно давно, у нас в театре появились педагоги по вокалу, мы уже усиленно этим занимаемся, тут уже мы более уверенно себя чувствуем. А вот такие вещи, как пластический театр, это пока что нам еще чуть-чуть чуждо, но мы двигаемся в разных направлениях, хотим, чтобы театр был максимально разнообразным, разножанровым, поэтому вот не боимся чего-то нового. В последние годы само существование, как и развитие Донецкого театра, определено именно гастролями, потому что работать у себя фактически невозможно. Под звуки канонады впервые увидели зрители в Москве на сцене театра Образцова. В Рязани третий и четвертый показ премьеры. Следующим городом, который увидит концерт, станет Липецк. А на май запланированы новые большие гастроли, уже на условиях членства Союза театральных деятелей России. Донецкий театр буквально на днях стал 78-м в списке СТД.